Я читаю стихотворения, которые написаны лет, что ли, уже 30 назад. Да, 30 лет назад написано. Вот в 20 веке, как вы понимаете. Нет, не 30. В 80-м году. Сейчас какой у нас год? 30. А, 30, точно 30. 30 секстин. Пишу тебе последнее письмо. Это такая маленькая поемка. Пишу тебе последнее письмо. Веселую меня любил бы каждый, а я сама не вспыхиваю дважды. Все в жизни за себя стоит само, и то, чем дорожила я, однажды чужим ребенком выглядит в трюмо. Ну что, любовь, печеная картошка, а время скорый поезд — ерунда. Свет не падет на темное окошко и не оставит кровь в лице следа. На белое безмолвие две кошки, чтоб было бы хоть это, нет и да. Чтоб кто-нибудь ходил туда-обратно и скалился противно и визжал, и воздух разворачивал бы ватный, взъерошивал бы горы одеял, и чтоб другой мурлыкал непонятно, но сладко. Вот он в жизни идеал. Одна плохая кошка съела муху, хорошая, другая — голодна. Ей не хватило хватки или духу, но, слава Богу, не моя вина. Я говорила, складно — значит, сухо. Когда две кошки голодные — война. Я вижу по ночам четыре глаза. Они тот глазу глаз, то далеки, но где-то обольстительная фаза, когда они просят ласки, как руки, и тянется одна большая фраза. Слова в ней неопрятные, легкие. У кошек детства мячик на резинке, огрызки яблок, мятая фольга, а по утрам завязывать ботинки, когда в них появляется нога, и вечером перебирать пластинки, сердцам кошачьих песни, дорога. Самара — городок, и матерь — Волга, и вкрадчивый приятный баритон, им можно наслаждаться часто, долго, но вот про это скажут моветон, и станет появляться чувство долга, а сладная ведь штука — патефон. Котенок подрастает, как в музее. Что не старье, то чудный экспонат. На пуговичке яркие глазея он строит замок, и при замке сад, а взрослые теряют ротозеи, и стрелочник собака виновата. По воскресеньям ставятся приборы, и скатер белоснежное плывет, как парус в желтоватых пятнах моря, шампанское-то пенец и львёт, и тост обозначается из хора — у кошек свадьба, у людей развод. Нельзя об этом спрашивать, об этом в семье, как о дурном, не говорят. Ну, няня может брякнуть за обедом, мол, что уж не забрал, возьмёт на бряд, и бабушка закашляется следом, там пирожки в духовке не сгорят. Однажды в ванну карпа запустили, живая рыба плавает в воде. Вдруг вынули и голову срубили, и жарили потом в сковороде, но мало то, что карпа загубили, а пригласили руки мыть к еде. Мне перед сном рассказывали сказки про волка и про зайца, сериалы. Добро торжествовало для отмазки, волк вовсе не взаправду умирал, но на следующий день он в той же маске другого зайца тщетно охмурял. Имеют клички все, и кошки тоже. Копилки это глупые, с мантом, они так удивительно похожи. Их перестали выпускать потом, а есть ведь отвратительные рожи. Но мы заговорили не о том. На день замерзаешь, треснет льдина, а там в воде гораздо холоднее. В Москве не объявляют карантина, зимы осталось мало-мало дней, и каждая напетая секстина опять надежда, слабость перед ними. Как будто все не кончилось заранее, когда потерян рай, потерян стыд, когда быть образцом последней дряни приятно даже Богу в аппетит, так он в своем шикарном ресторане не заскучает, есть кого простит. Два языка договорятся в миске, когда они лакают из одной, и молоко кончается, и киски друг к другу прижимаются спиной, они, не доедая, стали близко, а как дрались, гуляя под луной. О, благодать, вечерние прогулки! Я в вас хочу уверовать опять, бульвары и кривые переулки, ведь мне еще не тридцать-двадцать пять, и как шаги по подворотням гулки я помню, но забыла, как вступать. А все, что оставалось, письма. Мышка, люблю тебя, скучаю, не могу, но надо ж нам добыть на молочишка, ты плачешь там одна, я убегу, здесь пыдка без тебя, как наш мальчишка, не кашляет, пора в театр бегу. Пришел усталый после репетиции, сегодня было две и завтра две, достаточно надо здорово крутиться, но прям-таки стоять на голове, передо мной все время ваши лица, всего-то семь дейков, и я в Москве. Читай, а счастье было так возможно, так что же, боже мой, произошло? Любое сочетание ненадежно, то час пробил, то время не пришло, похмелье обязательно и тошно, а без так это просто ремесло. Я помню до сих пор глаза собачьи, когда он клал в мешок ее щенков, и если бросят камень в смех, я плачу, ребенок беспощадно, без толков, пусть лучше погибают души зайчи в желудке марципановых волков. Но только не погибнет ты, живое, то, чем живет хоть чья-нибудь душа, предел любви нас бесконечно двое. Иголка на конце карандаша, мир разделила на свое, чужое, а я совсем не вижу малыша. Жизнь очень скоро кончится, а дальше? Потомок не запишет, наскорежает все истины, в ней слишком много фальши, он не запомнит искренности. Жаль, и ледяное сердце, не хрусталь же, и золотое тоже не медали. Я ничего не чувствую, все пусто, крапива лесом встала вдоль шоссе, как могут люди в этом захолустье, на этой узкой серой полосе. В избенках свет горит в вечерней грусти, там где-нибудь и ты, один как все. Все кошки ночью серые, свой домишко, средь кормных силуэтов не найти. Как бабочка на свет летишь, как мышка ползешь на запах хлеба, нет пути, когда есть человеческие у мишка, а глаз кошачьих нет, как не гляди. Как прежнее становится рождение, так свет последний тусклый ядовит. Кто б не хотел быть верен убеждениям, но все, что удается, делать вид, что преданный живейшим наслаждением ты зеленеешь пей и сопрофит. Ты щупальцем подтягиваешь прелый листочек, с прежней осени жуешь, вот кот лежит давно окостенелый, и жижа вся в иголках бывший еж, и если бы на землю солнце село, то был бы тоже вид его хорош. Ты погляди, живой уходит мимо, а отчего на этом пустыре все по весне черное нелюдимо, под снегом то же, что и на костре, сгореть и сгнить одно неотвратимо, кем выстроен тот замок на горе. По скрипту завещаю горстку писем, а письма сохраняю запах лета. Великий город вышен, немыслим, и я сажусь на поезд, вот билет. Метнулся свет, высок и независим, и кто-то обернулся мне впоследствии. Аплодисменты.